Слава Украине! Роям слава! Привет всем от Полонского! Ну что, друзья мои, отношение к государству во многом определяется отношением к ее лидеру. Вспомните, как Пойлов в свое время заставлял ждать себя уважаемых мировых лидеров. Вот Елизавета II, Папы Римского и так далее. До различных президентов, в том числе даже Трамп ждал его длительное время и так далее. То есть, вот этот вот Кремлевский оплеш, или как его там еще называют, окурок или моль, позволял себе опаздывать и мировые лидеры его ждали. И посмотрите, как разительно поменялось отношение любых президентов, причем далеко не самых ведущих мировых стран, к этому персонажу сегодня. Его просто топчут ногами, его считают даже за человека и теперь все наоборот. Вот пыня там в своих пынеходах носится, топчется по ковру, лезгинку там отплясывает, а другой стороны нет. Начнем с президента Кыргызстана. Он заставил там пыню минут 20 или полчаса, по-моему, доптаться, как дураку. Ходил по ковру туда-сюда. Ну, правильно, у президента Кыргызстана были более важные дела, чем встреча с каким-то там человеком, которого и человеком-то трудно назвать. А его должность, возможно, скоро не будет существовать из несуществующей страны. Россия 404, как говорится, все ясно. Стой, жди в очереди. Дальше. Дальше больше. А уважаемый мною Эрдоган заставил там пыню плясать лезгинку там по холлу, то же самое. Он бегал, бегал. Я хотел сказать, что немножко приседал, чтобы согреться в Самарканде. Не, не приседал, он же присесть не может, у него же тогда колоприемник вывалится, и все это дело некрасиво получится. Вот, поэтому ходил, хотел что-то там, какие-то глупые шуточки. Вообще, вы слышите, что он морозит, когда он говорит? Это, конечно, кошмар. Вот, глупые шуточки отпускал и так далее, и так далее. Потом пришел Эрдоган, потом, когда уже счел необходимым. Тоже он был занят более важными вопросами. И вот сегодня только Алиев еще переплюнул Эрдоган и заставил этого вот московского жужика еще дольше там плясать. Ожидая уважаемого президента Алиева. То есть, международные лидеры дают... Вот понимаете, насколько меняется ситуация с момента агрессии фашистской России против Украины? То есть, ситуация меняется кардинально. Если раньше он был человеком, теперь он просто маленькая, пляшивая гадина, фашист, который напал на Украину, который убивает женщин, убивает детей, вурдалак. Я, честно говоря, вообще не понимаю, как мировые лидеры могут вот с этим встречаться. Может быть, пора проявлять какую-то политическую гигиену. Все-таки, скажем честно и откровенно, с Гитлером в свое время не очень-то хотели люди нормально встречаться. Поэтому мне кажется, что даже с опозданием вот к этому ходить ни в коем случае нельзя. Примите, пожалуйста, как совет. Слава Украине!